В Храме Христа Спасителя прошел пятый юбилейный московский фестиваль детских хоров воскресных школ. В числе зрителей действия была и наша съемочная группа. Сюжет Галины Ледвиной. Под сводами Соборного Храма Христа Спасителя фестиваль проходит уже в пятый раз. Высокую планку в этом году задал знаменитый московский синодальный хор, специальный гость праздника. Но главные действующие лица этого фестиваля – коллективы воскресных школ и гимназии Москвы, победители межрегиональных и городских конкурсов. Каждый человек, верующий православный христианин, призывается Церковью принести духовный плод. Так вот, я считаю, что ваше пение как раз и является тем духовным плодом, который вы несете и Богу, и людям, и развиваете вот этот дар Божий, который у вас есть, дар церковного пения и просто пения даже. Развиваете его, не закапываете этот талант, а несете его людям. На сцену зала церковных соборов Храма Христа Спасителя традиционно поднимались лучшие из лучших и дарили зрителю высокое искусство хорового пения. С каждым годом все больше детей приходит испытывать свои возможности в непростом искусстве. В этом году участвовало 9 хоров. Среди них те, которые существуют очень давно и которым только год. Запомнится зрителю самый молодой коллектив хор мальчиков гимназии Василия Великого, впервые принимающий участие в фестивале. В программу вошли рождественские песнопения, песни братских славянских народов, калятки, произведения советской музыки, основанные на церковных канонах. Через хоровое пение, которое является неотъемлемой частью православного богослужения, фестиваль приобщает молодежь к духовному наследию, сохраняет и развивает традиции хорового искусства, церковного песнопения в России. Именно через хоровое пение мы можем детей приобщить к храму, показать им красоту богослужения, показать им, что богослужение – это не просто два часа стояния, не пойми зачем. Нужно стоять прямо, не двигаться, не бегать, не ходить, не разговаривать и много всего другого. А что литургия – это кладезь, это просто сокровище песнопений, слова которых можно понять. А еще иногда, когда они это поют сами, когда они через себя пропускают, то само богослужение воспринимается совсем по-другому. Фестиваль становится популярным среди московских поклонников классической музыки. Основными его зрителями в этом году стали дети из социально незащищенных многодетных семей Москвы. Фестиваль имеет социальный характер. Более того, вот зрителей мы приглашаем как по линии русско-православной церкви, так и по линии системы соцзащиты города Москвы. И билеты в первую очередь получают многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, социально незащищенные слои населения Москвы. И зрители, и участники получили огромное удовольствие от концерта. Молитвенное пение в храме, как и фрески и иконы – важнейшая составляющая богослужения. Поэтому так много сил церковь прилагает, чтобы возродить богатейшую певческую традицию. Фестиваль еще раз продемонстрировал, насколько красивым и удивительным может быть сочетание духовной музыки и детского творчества.